Ребеночки, всем привет! Добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Арканум! Вот, и, собственно говоря, я продолжал мы в Тарантино тут бегать. Я посмотрел насчет магических посохов, которые мы хотели здесь купить. Вот, в моде, в которой я играю... Так, ни хрена там! Позовище, гончие. В моде, в которой я играю, написано, что вроде как можно было перезаряжать магические посохи, но нигде я этого не нашел в магических лавках, да? Вот я тут побегал, поискал, нифига не нашел, и, соответственно, просто, наверное, будем, как в оригинальном Аркануме, посохи не перезаряжающиеся. Поэтому 2000 у меня не лишние, вот, и, соответственно, наверное, мы не будем париться, не будем париться, и не будем, вот, выкупать вот этот вот замечательный с регенерацией посох, потому что, потому что регенерация вообще... Я потестил туда, побегал, какая-то непонятная хренотень. То есть он, да, он восстанавливает, как, не знаю, очень мало. То есть на мне две висело, он там просто регенерацию увеличивает, грубо говоря. То есть она должна, наверное, постоянно, если висеть, когда заклинаем, тогда еще более-менее. Но в нашем случае, наверное, это не стоит. Не стоит, не стоит, поэтому... Поэтому хрен с ним. Так. Здесь мы осмотрели. Да погнали дальше тогда. Так. Что у нас здесь? Это станция, по-моему, да? А, это шоссе какой-то, Великтон. Так, у нас здесь еще что-то есть. И надо бы уже, наверное, идти в канализацию. Там набить левел, и тогда мы орка к себе возьмем. А вот, и, наверное, давайте тогда тут купить и прочитать. Странные прошествия в Эжбери. Так. Вы-то кто? Ага, окей. В чем дело? Окей. Похоронимся, и давайте побазарим тут со всеми. Нуждаешься в чем-то? Позвольте задать вопрос. Что вам угодно? Здесь не так уж много событий, не так ли? А, вы не подскажете, как мне пройти к особняку? А, да, это я знаю. Так. Сидор ведут на станции Вермиллион. То, что говорят люди. Это самая обожженная дорожная станция во всем Арканами. Слушайте, так Вермиллион получается здесь. А я думал, Вермиллион это дополнение, где в сетевой игре. Слушайте, а у нас тут ведь этот, какой-то там мужик ждал этот. Четко. Ну, блин. Добро пожаловать на Бракетонлайн. Мы передаем перевозки по всему Объединённому Королевству. Куда вы хотите отправиться сегодня? В Эшбери, в черный корень. Я хочу вернуть деньги. В Эшбери, ага. Ну ладно, окей. Нам пока не туда, не туда не надо. Давайте погоняем. Вот здесь может быть какой-то из них. Кто-то из них, этот, мужик ждёт, да? На станции Вермиллион. Так, нужно попробовать. Так, ты кто? Объявляем. Просим пассажирам занять свои места. Все на поезд. Пожалуйста, все на поезд. Здравствуйте, вы кондуктор? Да, Саркан, я хочу сесть на поезд. Разумеется, какой поезд вы ищете? Я, знаешь, Берет, так, окей, ладно. Я всё понял. Так, здесь закрыто. А, вот ещё кто-то, да? Это у нас кондуктор ту поезду тоже. Так, у нас там мужик какой-то по записке-то. Чё там было у нас в записке-то? Блин. Я, походу, я прочитал эту... Я прочитал записку, которую не надо было читать. Сто процентов это она, блин. Короче, надо быть аккуратным. Вот это, да, по-моему? Так, вот этот гость, да, у нас был? Вот эту записку. Вот, нормально. Это отнести надо, окей. Так, ну, это мы можем почитать, это нормально. А у нас здесь этого нет. Мужика, который... У нас там, знаете, этот... Мой любимый там, Тра-Та-Та, он стоит там на этой... На станции. Ну, короче, девчуля умерла, которая. Вот. Видимо, его здесь нет. Он на станции Вермиллион. Идея, вот эта, наверное, она. Ну, ладно, видимо... Видимо, не судьба. Окей, тогда поперли. Поперли дальше. Так, что у нас тут? Мы тут были, да? Это этот Тарантинец, да? Тарантинец. Квентина Тарантинец. Так, что у нас здесь? А, Воша Савер Миллион, да? О, может здесь? Не похоже, ну ладно. Чтобы вы ни были. Мусье. Ух ты! Кто этот такой парень, который выкарабкался из... А, это ты тот парень, который выкарабкался из-под обломков. Приятно. Блин, даже я думал, мы с тобой говорим, болван. Блугур-охранник. Окей, у тебя тут ничего нет, видимо. Поблевать, да на тебе. Знатный гном. Так вот, тот самый, про вас писали в газете. Вы пережили ту страшную катастрофу. Да, это я. Это такое удовольствие познакомиться с вами, сэр. Вот, здесь несколько монет. Они наверняка помогут вам. Могу чем-нибудь я ищу помочь. Ху-ху, хорошее. Хорошо. Последнее время я не просидел, что необычного... Да. Что-то не подходило. Это джентльминейский кумир, уютная местечка, где можно объяснить. Окей. Как он нам денег дал, интересно? Немножко, да? Ну, все? Хоть немножечко, ну да? Нормас. Так, что у нас здесь? Ох, ядрен батон. Еще бы знать, что здесь стоит, чего. Ну, вот, наверное, тут нихрена-то не стоит, поэтому... Ой, а что, он туда идет? Это, видимо, его? Или он так просто за компанию? Так, зоологическое сообщество. Отлично. Сейчас только в мусорке пороюсь. Потом зайдем сразу в зоологическое сообщество. Так, какой-то динозавр. Перед вами копия черепа Беллерогрима, последнего из великих драконов. Тело Беллерогрима обнаружил сэр Уолтер Гинсберг в 1756 году. Лого, в котором находится весь скелет, открыто для посещения. На маленькой карте показано его местоположение. Отлично. Видимо, открылось, да? Так, ну... Табличка гласит, это окаменевшее яйцо было найдено в логеве великого дракона. Детеныш, находящийся внутри, был в месяце от рождения, когда убили Беллерогрима. Древний железный сейф. На этой табличке написано, это древний железный сейф. Он был выкопан в пещере Беллерогрима. Вероятно, это он древнее самого дракона, и никто не может его открыть. Ух, ща. Ща, ща сек. У меня где-то тут было. Нихрена, смотри. Нихрена. Да, пипец. Крепенький экзосерия. Давай, не притворяйся там. Разлегся. Так. Здравствуйте, добро пожаловать в Тарантийское зоологическое общество. Чем могу помочь? Я просто осматриваюсь. Так, подожди. Подожди, осматриваться-то. Так, нам надо подождать часок. О, чтобы у нас этот... Чтобы к нам относились хорошо. Я просто осматриваюсь. Да, так, понятно. Блин, можно было не это самое. Так, а ты кто? Она закрыта, окей. Первым делом надо посмотреть, закрыта ли нет. Ага, это доктор какой-то. Ух ты, так это ты тот парень, который выкарабкал? Так, это я. Кто вы? Ну, если вам это действительно нужно знать, то я глава местного зоологического общества. Доктор Тристан Фенвик. Это я. Вашим услугам и все такое. Чем заниматься зоологическое общество? Ну, если верить каталогу, мы имеем дело с животными и животной жизнью, включая структуру, физиологию, развитие и классификацию животных. Кто-то может сказать, что просто тратим деньги налогоплательщиков. Могу я спросить о вас кое-что? Спрашивайте. Доброго... Ха-ха-ха, спросил. Доброго вам дня, сэр. Можно у вас что-нибудь спросить? Да, спрашивайте. Доброго вам дня. Да, вот такие вот разговоры. Ну, по-моему, здесь надо будет найти какую-то книгу. Что-то такое. Или библиотека тут где-то будет. А, во, вот тут. Что-то, в общем, какая-то шляпа с квестом здесь. Что-то есть такое. Что-то... Что-то есть такое. Есть. Помнится мне... Что такое? Мэрия. Окей. Так, ну тут... А, нет, кто-то есть. Здравствуйте, горожанин. Сейчас я узнаю ваше имя. Подождите. Ну, что такое? Я не могу узнать его имя. А, рад вас снова видеть. Где я нахожусь? Это городская ратуша. Я секретарь департамента водоснабжения и энергетики. Чем вы занимаетесь? Мы регулируем водоснабжение города, отслеживаем потребление электроэнергии различными районами Таранта и поддерживаем работоспособность канализации двигателей по всему городу. Спасибо, что вы уделили мне время. Окей. А, подожди. Вот еще вниз. Хорошо заметил. Ой-ой-ой. Это какие-то крысы. Эти-то сразу. Смотри, смотри. Там кто-то есть. Там за стеной кто-то есть. А, это-то быстро, блин. Так. Давай идите сюда. Хватит там. На крыс-то, блин. Простите, сэр, но вам лучше вернуться утром. Без проблемами. Ща вернемся. Ща вернемся утром. Так. Ждать утра. Так куда побежали-то, блин? Всю ночь бежали до этого места. Пипец. Так, он никуда не появился? Нет, вроде Поперли вниз тогда Только не агритесь на крыс, блин Приветствую вас, можно задать вам несколько вопросов? Разумеется, сэр, чем я могу помочь вам? Вы не подскажете, где я нахожусь? Это великолепное место архивного бюро Здесь хранятся великие знания Тут можно найти все записи наших переписей И многолетомные архивы Перепись? Что такое перепись? Переписи это официальный подсчет людей на обжитом континенте А также их собственности для правильного налогообложения А какая информация хранится в архивах? В архивах содержится масса разнообразной информации Большинство в своем Это документы про чердические бумаги Но есть и газеты Газеты? Да, это самая захватывающая часть нашей работы Мы собираем газеты на протяжении вот уже 120 лет Это, как оказалось, исключительный источник изучения Множества самых разнообразных тематик В газетах содержится огромное количество информации Начиная с броски заголовков И заканчивая некрологами За последние 120 лет Удивительно У вас, наверное, огромные архивы Не такие большие, как может показаться До изобретения автоматического печатного станка Это случилось около 30 лет тому назад Газеты выходили всего раз в месяц А то и раз в два месяца Мадам, может быть, ответьте на пару вопросов Можете помочь мне найти одного человека Отлично Могу я знать его имя? Да, Бейтс это мы знаем, блин Ну, как другое? Во! Во-во-во, Рори Лаймс Ммм, давайте посмотрим Да, есть человек с таким именем Место проживания не указано Но, кажется, он владеет зданием В районе, в районе складов Адрес аллея Маллиган Боун 57 Что-нибудь еще? Прикольно, мы его нашли Это, по-моему, этот Гость-то который, да? Это который гость Так, вы можете помочь найти одного человека Гилдер Бейтс Я знаю, клерик смотрит на вас так Как будто вы сошли с ума Но, сэр, все же знают, кто такой Гилдер Бейтс И кто же он? Мистер Бейтс самый богатый человек В мире Он изобрел паровой двигатель Так, еще Я думаю, человек, а другое Другое Наверняка я просто До свидания Все Нам тут делать нечего Блин, вот эту крысу бы поймать Закрыто Что за крысы? Там что-то есть Сейф какой-то Блин Вот это, наверное, для взломщиков, да? Скорее всего Окей По крайней мере, мы знаем У нас запись уже есть На него карандаш Мы на карандаш взяли ядрю батон А, вот она Гилдер Бейтс Но мы туда попозже вернемся Так, университетский дворик Он закрыт, да? Открыт Ага Закрыто Так, никого тут нету, да? Понь О, я то, что прям Что-то можно было слямзить Ну ладно Опыт бы еще давали Было бы вообще здорово О, библиотека Давай А, че никого нет? Нижний стенд Так Так Это воровство, я так понимаю Или нет? Все прочитали? Ха-ха-ха Так Я это читать, естественно, не буду Я это, наверное, прочту не на стрим Либо отдельным стримом Вот Потому что Поберечь вас и себя Вот Мне это интересно Но я думаю, что Целую серию под это Уминать Это прям дичь вообще Так что Никто не будет это слушать Но мне вот интересно Я прочту Так, ну ладно Да, тут много книг И по-моему По-моему Они Какая-то из них Будет нам нужна По квесту Я помню такое Вот И я потом их прочитаю Наверное, отдельную серию По арканам Запишу Именно по прочтению книг Кому будет интересно Потом посмотрят отдельно Так, окей Университетский дворик Че у нас здесь? Там какой-то мужик стоит А вот еще какой-то мужик стоит Какие-то мужики стоят Ух ты Так это тот Так, понятно Приветствую вас, сэр Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Бенджамин Гершвин Доктор френологии Чем могу быть полезен? Приятно с вами познакомиться, Бенджамин Вы упомянули о френологии Френология Наука, изучающая голову Видите ли Головы каждого мужчины и женщины Отличаются различными выпуклостями И впадинками Изучая их Я пытаюсь Экстраполировать Личность Исследуем Исследуемого Индивидуума Это все ужасно интересно И совершенно феноменально Ммм, а вы не посмотрите мою голову? Конечно Только Вам только нужно опустить голову И повернуть направо Сделать так Ааа Весьма интересно Я бы предположил Нет, я уверен Вы без сомнения Вы действительно человек Ваше познание поразительное, Бенджамин Да-да, я знаю Но запомните Это не я Это наука И френология Это наука будущего Конечно И над чем Вы сейчас работаете? Любопытно, что вы спросили Я намеревался раздобыть Для моих опытов Черепа Джин и Ксин Заметных Ренарских Сиамских Близнецов Они были первыми Ааа Сросшимися эльфами И которые прожили И так тесно Друг другу Всю свою жизнь Весьма скандально Известной личности Надо сказать Истории об их подвигах До сих пор Ходят в высшем Тарантийском Таранском Обществе То Тарантийские То Таранские Общества А хотите Заполучить Черепа И где они могут Находиться Ну Есть тут небольшая Проблема И возможно Именно вы Можете мне Поможете мне Ее решить Они внутри Мавзолея На Тарантийском Кладбище За вашу помощь Я заплачу вам 100 золотых Хааа Подождите Вы хотите Принудить меня Грабить могилы? Все в интересах Науки Друг мой Все в интересах Науки Только подумайте Обо всех Тех преимуществах Которые могут Открыться Только лишь С помощью Этой маленькой Авантюрки Что ж Вы так раз Неречиво Все описали Так что Я сделаю это Я очень вам благодарен Информацию Об этих черепах Вы можете раскрыть Последние Френологические Тайны Так Поможет нам Понять Как работает Мозг Разумных Существ Не сомневаюсь До свидания Ну Как бы то ни было Попробуем 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 Блин Че нас так ненавидят Тут Посмотрите Подозрительно Оп И вежливо Будьте любезны Что я могу Для вас сделать Здравствуйте Профессор Баксингтон Вы Позвольте Отличиваться На минуту Конечно Расскажите Пожалуйста Чем вы занимаетесь Я О я уже много лет Работаю в университете Таранта По большей части Я преподаю студентам Но иногда И сопровожу исследования Если находится время Какими именно Исследованиями Вы занимаетесь В данный момент В данный момент Я изучаю Древние языческие Религии Арканума Как вы наверняка Знаете Последние Полутора Тысяч лет Ведущей религией В Аркануме Является Панарианство Но до начала Эпохи Легенд Существовало Множество Богов И множество Религий У каждой расы Были свои боги И именно Этих богов Я изучаю Понятно Можно задать вам Несколько вопросов О языческих религиях Расскажите О мне Языческих богах Всего существовало Двенадцать богов Восемь меньших богов И по одному На каждую из раз Три великих бога И Всевышний Богам Приносили подношения В надежде Получить их Благословение И Благословение И каждому богу Требовался Свой дар Я привел Довольно много Исследований На эту тему И написал На них книгу Хотите получить Экземпляр Конечно Держите Он дает вам книгу И еще Могу чем-то помочь Так У меня еще Несколько вопросов Языческие храмы Сохранились до наших времен Да Некоторые жители Арканума До сих пор Поклоняются Языческим богам Примером тому Является Орден Хальциона И культ Геттиан Гештиан Большая часть Древних языческих Храмов Теперь превращена В руины Но где-то в Аркануме Все вы еще Можете найти И обнаружить их И в некоторых До сих пор Сохранились алтари Так Еще Вы верите Языческих богов Профессор Он бросает на вас Пристальный взгляд Верю ли я в них Это интересный вопрос Я изучил практически Все Что связано О языческих богах Я посещал Языческие храмы Даже Принес Одно Два Подношения И вот Что я могу Сказать Я видел Достаточно Чтобы утверждать Что с этими Древними Верованиями Не следует Шутить Будьте Осторожны Если решите Наверное Что-то там С ним Сделать А так Еще Последний вопрос Что это за Диаграмма На стене А да Мы называем Ее загадкой Мазерина Кто такой Мазерин Мазерин Был эльфийским Мистиком Который тоже Изучал Древние религии Около 300 лет назад Он написал Книгу 12 сил В которой Был представлен Весьма Загадочно Выполненный Анализ Древних Языческих Религий Согласно Мазерину Между всеми Богами Существовало Нечто Вроде Глубокой Связи Что за Глубокая Связь Ну Мазерин Считал Что Боги Их силы Каким-то Образом Переблетены И на этой Диаграмме Показано Как они Относятся Друг к другу Некоторые Боги Не ладят С другими Богами Одно Порожда Другое Один Бог А если Один Вас Благословит То другой Непременно Проклянет Что-то Вроде Того Понятно Вы не могли Объяснить Мне Эту Диаграмму В книге 12 сил Есть Одна Выдержка Которая Может Помочь Разъяснить Значение Диаграммы Но до сих пор Ее никто Не смог Разгадать Загадку Мазерина Эта Выдержка Есть в книге Которую Я написал Вы Мне уже Дались Вашу книгу Так Еще Так Получается Мне пора идти Так Сейчас еще поговорим Здравствуйте Продолжение На минутку Так Так Чем занимаетесь В данный момент Да Все Видимо Все Окей Позырим А еще Не понятно Динозавры Какие-то Рожи Какие-то Пальцы Короче Ой Там еще Кто-то Есть Это Нет Это Не для Нас Это Пока Не для Нас Может Пока Может Совсем Не для Нас И Навсегда Не для Нас Но Тем Не менее Так Вежливо Давай Перед вами Стоит Высокий Человек Ученого Вида С поднятым Колбу Очками Он Не замечает Вашего Присутствия Так как Все его Внимание Сфокусировано На телеграме Которую Он держит В руке Ух Люди Шлют Мне Я Отовсюду Получаю Вопросы О демонах Это Правда Удивительно Позвольте Узнать Ваше Имя Да Да Конечно Прошу Простить Мои Волнения Я Новичок Власти Френологии Мой Коллега Профессор Гершвин Делает В этой Дисциплине Просто Удивительные Вещи Кстати Позвольте Представиться Я Профессор Икенс Ученый Эксперт Демонологии Ученый Демонолог Вы Сочетаете В себе Магию И науку Я Ученый Вовлеченный Исследованием В исследовании Магия И наука Противоположны Сторон Одной Монеты Должна Быть Истинно Знающей Нужной А Чтобы Быть Истинно Знающим Нужно Изучать Великое Множество Вещей Специализации Только Для Насекомых И орков Так Что Вы Можете Рассказать О Демонологии Ну Это очевидно Что она Изучает Демонов На самом деле Я сейчас Как раз Размышляю Над одним Очень Забавным Демоном Его Зовут Гаргот У нас Что-то А Нет Игрот Там Можете Рассказать Мне о нем Гаргот Был весьма Тупым Демоном Скитавшимся По Сельской Местности Он был Ненасытен И съедал Все что Попадалось У него На пти И он Хи-хи-хи Самая Забавная часть Это Когда он Прошел Через Деревню Полуросликов И съел Их Всех Похоже Ему Очень Понравились Полурослики Ну Разве Это Не здорово Наверное Да Что с ним Случилось Потом Ох Он Был Изгнан В другую Реальность Или Что-то Вроде Этого Вот Только Раньше Делали Вот Что Делали Раньше С Нарушителями Спокойствия Так У вас Есть Время Ответить Вопросы О Науках О Научных Достижениях Расскажите Хотел бы я Рассказать вам Больше В самом Деле Я Пока Еще Сам Не Вник Суть Научного Подхода Так Как Например В моих Исследованиях Френологии Наука Знаете Или В течение Ближайших Пятидесяти Лет Решит Все Мировые Проблемы Так Хорошо Вам Дня Окей Ничего Намного Не Сказал Поболтали Так Так Поболтали Так Продавец Книг Добро Пожаловать В книжный Магазин Университета Чем Я могу Вам Помочь Какого Рода Книги Вы Продаете Но Как Вам Наверняка Известно Университет Таранта Это Учреждение Предназначенное Для занятий Наукой Соответственно Мы Здесь Продаем Различные Книги Науки И Техники Понятно И чем Полезны Эти книги Уважаем Руководство Которое Мы Продаем Очень Полезное Для Получения Основополагающих Знаний Об Определенных Технологических Дисциплинах Если Вы Тратите Все Своё Время Изучая Электричество То Но Хотите Что-нибудь Узнать О химии Тогда Руководство По химии Даст Вам Общее Представление О ней Без Необходимости Более Глубокого Знакомства С этим Предметом Полагаю Я бы Хотел Приобрести Кое-какие Технические Руководства Какое Техническое Руководство Стоит 750 Монет У вас Достаточно Денег Да У меня Есть такие Деньги Дай Будь Я Сейчас Куплю Его Какие Руководства Хотели Будь Купить Ещё С Ничем Дел Терапевтики Пошли В задницу Э Мак Чёрт Возьми Я Принучу Тебя В лягуху Стои Здесь До конца Своих Деньги Квакай Окей Всё Поперли Теперь Гирби Гилберту Бейтсу Вот И Дальше Там По квестам У нас Как раз Сейчас Завиток Там Будет Блин Он Далеко Наверное Как раз Завиточек Будет Вот Мы туда Ломанём Там У нас Будет Ещё Опознание Вот Как раз И Так Далеко Действует Так Так Засери С кем Мне из вас Говорить Наверное Вот Затем Нормальным Человеком А не Затем Чего Вы Хотели Чей Это Дом Здесь Живет Гилберт Бейтс Фабрикант Мне Нужно Договориться Об аудиенции С мистером Бейтсом Так Это Невозможно Мистер Бейтс Ни с кем Не встречается Особенно Сейчас После Покушения На его Жизнь Покушение На него Мистер Бейтс Подвергся Нападению И На какого Какого-то Фанатика Когда Занимался Исследованием Спасибо Вагам Чука Был там И свернул Шею Незваному Гостю Прежде чем Тот Успел Сделать Хоть Что-то Ну Должен Быть Способ Повидать Его Но У нас Имеются Некоторые Проблемы С саботажниками На фабрике Если Вы сможете О них Позаботиться Я уверен Что Мистер Бейтс Захочет Лично Вас Поблагодарить Так Так Мне стало Любопытно Что еще Вы можете Рассказать Не об этом Не так Много На самом деле Они обычно Наносят удар Под покровом Ночи После полуночи Мы потеряли Нескольких Охранников Которые Должны были Остановить Я позабочусь Об этом Так Если ваши Охранники С могли Остановить Я позабочусь Об этом Удачи Фабрика Находится В конце Лей 10 рук Вот ключ Охранники Будут вас ждать Возвращайтесь Когда обезвредите И я позволю Вам повидаться С мистером Бейтсом Так Мне предсто Оставить Так Ле рук Да Это какой-то Инставиню Окей Ну давай Дальше Погнали Так Львиные головы Что-то знакомое Что-то знакомое Львиная голова Что у нас тут Ага Кстати склады Тут да Склады Склады Ну вот эти Сейчас все Осмотрим Тогда тут Сразу Полин Так не посмотрел Тут а А я тут И не был Или был Ну тут не был А Подожди-ка Я тут Далеко Показывал Так Ну-ка Если Вот так Империя Чудес Блин Слушайте Насу Зайти Я походу Здесь Вообще А то По этим Всем Кенсингтон Стритом Блин Сраным Вообще Хрен Разберешь Откуда Идите Идите На Кенсингтон Стрит Где Это Вообще Преслей Не Не О Боже Мой Орг Горожане Какой-то Цех Походу Явно Нас С Этим Музыком Говорить Как Поживаете Здравствуйте Позвольте Поинтересоваться Кем Вы Здесь Работаете Что Вы Здесь Делаете Мак Я Мастер Бригадир На Этой Фабрике Я Не Позволю Вам Здесь Находиться Чего Доброго Сломайте Хрупкое Оборудование Уходите Так У вас Всегда Такой Шум Таким Он Должен Быть Ведь Вы Им Совсем Не Пользуетесь А Ум Господи Ладно Не Будем Нему Пугать До Свидания Не Будем Выпендриваться Зачем Нам Смысл Он Работник Обычный Да Че Тут Че Тут Так У нас Это Ага Вот Этот Как Раз Наверное Да А вот Она Лерю Как раз Что это за место Это Моторный Завод Бейтса Чем Могу Помочь Я пришел Помочь Вам Справиться С Аботажник Тогда Входите Отлично Так Нам Надо Видимо Подождать Сейчас Просто Полуночи Да Он Говорил До Вечера Так Так И До Полуночи Да И нам Надо Получаться Еще Часок Еще Часок Еще Часок И Никого Нет Что это А Вот Кто-то Идет Стражник Да Тут Стражников Пипец Сколько Всего Вот За Техника Поиграть Так Ну Давай Наверное После Полуночи Может Еще Часок Подождем А Так Они Может Подожди Может Не сюда Не атакуют А где-то Я По идее Тут Может Поговорить Привет У вас Гражданин Ну а Давай Поровым Сюда Зайдем Я Хрен Уж Тут Тут Уже Вроде Никого Че Как рыто Вообще Чуть не понятно Так Принято Что Получить Аудиенцию Нужно Разрешить Проблемы С саботажниками Фабрика Располагается В конце Аллеи Десяти Урок Саботажников Собирается Нанести Следующий Удар После Полуночи А Так Это Еще Полуночи Сейчас Только Сейчас Сейчас Буду Вот Атак В конце Фабрика Находится В конце Аллеи Рук Вот Эта Фабрика Вот Она Полин Хрен его знает Еще Подождем Хрен его знает Может Вот Эта Фабрика Вроде Че Полин Короче Непонятно Ладно Давайте Сейчас Загрузимся Тогда Вот Потом Разберемся Перед Этих Как раз Перед Этой Фигней Вот И Следующей Серии Уже Там Разберемся Вот Спасибо Большое За лайки За поддержку За подписку Ребята И Видимся Уже Следующей Серии Всем Доброго Друзья С И Всем Хорошего И Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует